Первые два случая оспы обезьян выявлены в Болгарии. Заболевшие мужчины, которые недавно побывали в Испании и Великобритании. Также первый случай зарегистрирован в Хорватии. Заболел тоже мужчина. Из-за растущего числа случаев обезьяний оспы вчера в Женеве прошло заседание комитета ВОЗ. Обезьяний оспы заболели уже более 3200 человек почти в 50 странах мира. И число случаев продолжает расти. В связи с этим Всемирная сеть здравоохранения, не путать со Всемирной организацией здравоохранения, поспешила объявить пандемию обезьяний оспы. Это самая Всемирная сеть, американская общественная организация, которая объединяет отдельных экспертов и медиков. Появилась она совсем недавно во время пандемии ковида. ВОЗ уже заявила, что не имеет никакого отношения к объявлению пандемии оспы обезьян. Вместе с тем, вчера в Женеве прошло заседание ВОЗовского комитета, на котором решали, нужно ли вспышку этой болезни объявлять чрезвычайной ситуацией. Чисто формально вспышка оспы обезьян попадает под термин пандемия, так как распространяется в разных странах. Но, с другой стороны, речь пока не идет о повышенной опасности заболевания. За два месяца от этой оспы умер только один человек. Пока, как говорят эпидемиологи из России, у заболевания нет потенциала косить миллионы человек по всему миру. Правда, это все же не означает, что нужно пренебрегать мерами профилактики. Инга Гудель, ТСВ